На самом деле, одной из самых главных причин сгущения крови является, когда я говорю про высокие тромбоциты, что я имею в виду? Это показатель выше, и вот на фоне бабушек у вас, возможно, отличная кровь, а на фоне молодых людей она уже не отличная. Поэтому три группы веществ, которые приводят к густой крови. Всем привет! С вами Ксения Черная, и вы смотрите канал Про Здоровье. Сегодня мы поговорим о том, как сделать так, чтобы снизить уровень тромбоцитов без приема лекарственных препаратов. Потому что самый частый способ снижения уровня тромбоцитов – это прием лекарственных препаратов, разжижающих кровь. Но мы должны понимать, что причина не в приеме лекарственных препаратов, а нужно найти изначально источник того, почему кровь стала густая. Об этом мы и поговорим. Для всех наших подписчиков я приготовила специальный подарок. Вместе с командой мы составили список из пяти базовых привычек, которые позволят вам прожить на десятки лет дольше, при этом чувствовать себя молодыми и здоровыми. Для того, чтобы получить подарок, необходимо пройти по ссылке в описании к этому видео, и вы получите подарок в ту же секунду на почту и совершенно бесплатно. Возможно, многие не знают, что такое тромбоциты, и мы поговорим о том, что же это такое. Это клетки нашей крови, основное назначение которых – участвовать в свертываемости крови. Тромбоциты обновляются практически каждые 10 дней, они погибают, должны производиться новые. И вот если у нас нарушен баланс между обновлением тромбоцитов и их гибелью, то у нас может быть два состояния. В случае с низкими тромбоцитами у нас может быть повышенное кровотечение, например, кровоточивость износа, кровоточивость десен или обильная менструация. А в обратную сторону, если у нас тромбоциты высокие, то у нас кровь густая, и тогда чаще всего нам назначатся кроверазжижающие препараты. А густая кровь плоха тем, что она приводит к образованию тромбов. А мы с вами знаем, что одна из самых частых причин преждевременной смерти – это инфаркты, инсульты и то, что тромбы отрываются. Нам нужно не доводить ситуацию, в принципе, до такого состояния, когда ваша кровь сгущается. И здесь мы разберем сразу несколько моментов, от более простых до самых сложных. На самом деле, одной из самых главных причин сгущения крови является обезвоживание. Это значит, что вы элементарно не пьете достаточное количество воды. Наша кровь состоит из воды в первую очередь. И не только кровь, каждая наша клетка. Поэтому, если вы думаете, что вы пьете только чай или какие-то напитки, а считайте, я же часто это слышу, особенно от мужчин, я пью один стакан чистой воды, мой организм больше не требует. И, к сожалению, в случае с чистой питьевой водой, мы не можем рассчитывать на сигналы нашего организма. Мы должны приучить свой организм пить чистую воду. И это же мы постоянно, мне кажется, не только я, но и вы слышите историю. Вот ты знаешь такого-то мужчину, он же молодой, ему еще 40 лет. Он пошел в гараж, упал и умер. Он же здоровый. А кто смотрел, какие у него тромбоциты? А кто знает, какая у него была кровь? Сколько воды он пил? Никто не знает, все просто рассуждают, что если ему не так много лет, значит, он автоматически должен быть здоровым. Поэтому, когда я говорю про высокие тромбоциты, что я имею в виду? Это показатель выше 350. Сейчас вы можете открыть свои анализы, если они у вас есть, и посмотреть на показатели. Вы при этом не можете возразить и сказать, Ксения, но у меня высшая цифра референса 400, и вот тромбоциты, например, у меня 390. А я вам скажу, это уже очень много. Почему? Мы это, во-первых, разбираем все на нашем бесплатном вебинаре, лаборатория здоровья, каждый показатель, оптимумы по анализам, и почему это не отражение вашего здоровья. Потому что анализ пришли сдавать. Во-первых, смотря в какую лабораторию, смотря какие реагенты, туда пришла бабушка, и, например, пришло больше бабушек. А в другой лаборатории пришло больше молодых, и вывели среднестатистическую цифру среди всех тех, кто пришел сдавать этот анализ. И вот на фоне бабушек у вас, возможно, отличная кровь, а на фоне молодых людей она уже не отличная. Поэтому существуют оптимальные значения. Они выведены на фоне огромного количества научных исследований, которыми занимается превентивная медицина. Так вот, показатель тромбоцитов выше 350, это уже повод посмотреть, что с вашей кровью. Поэтому обязательно приходите на вебинар, чтобы ориентироваться не на референсы, которые вы видите в анализах, а на оптимальные значения, которые должны быть у здорового человека. Я тебе рассказывал, мы когда с тобой познакомились, года 2 или 3 назад, я пошел уже сдавать анализы, ты мне сказала, и меня, когда кровь из вены брали, мне эта девушка, которая брала кровь, она такая, типа, что-то у вас вообще кровь не льется, у вас все нормально, все? Я такой, да, да, а что, почему нет? И потом уже, когда мы с тобой этом год проработали, я пошел сдавать, я спрашиваю, говорю, как вам моя кровь, она говорит, фонтаном хлещет, все, сука. А потому что у тебя были высоченные тромбоциты, ты сказала, сколько ты воды пьешь? Ты сказала, что я вообще особо воды не пью, я пью какие-то напитки, там сладкие лимонады и так далее, ты не пил воду. Следующий способ понизить тромбоциты, это убрать причину их повышения на фоне имеющихся дефицитов. Есть вещества, витамины и жирные кислоты, которые являются натуральными кроверазжижающими средствами, поэтому мы должны есть разнообразно, у нас должны быть абсолютно различные продукты, которые содержат эти микроэлементы. Так вот, на фоне В12-й анемии у вас может быть густая кровь, есть конкретный такой диагноз В12-й анемии, даже на фоне просто дефицита витамина В12 он может быть. Когда в рационе есть дефицит витамина С, а он есть у большинства, потому что это водорастворимый витамин, а не так много зелени и овощей мы едим, чтобы устранять этот дефицит. И третья, самая главная причина, особенно у пожилых людей, это дефицит омега-3 жиров. У нас очень много провоспалительных омега-6, то есть у нас есть видео про полезные жиры, и очень мало омега-3 жиров, потому что они дороже, потому что мы не любим есть жирную рыбу, печень трески и так далее. Но более того, пожилые люди, скорее всего, должны принимать омега-3, потому что они точно ее не доедают. Омега-3 жиры разжижают нашу кровь, восстанавливают мембрану наших клеток, являются очень важным антиэйдж-нутрицептиком, поэтому три группы веществ, это витамин С, это омега-3, и это витамин В12, на который вы должны обращать внимание. Опять же напомню, что анализы, референсы, которые должны быть, мы разбираем на бесплатном вебинаре «Лаборатория здоровья». Особенно это касается витамина В12, потому что по крови определить его достаточно сложно, все ориентируются на середину, но у нас есть косвенные показатели его дефицита, такие как средний объем эритроцитов или гомоцистеин, которые точно нам скажут, есть или нет дефицит витамина В12. В общем, обязательно приходите на вебинар. И последняя причина повышенных тромбоцитов – это проблемы с кишечником, особенно если уже есть поставленные диагнозы, например, такие как язвенный колит, но любой воспалительный процесс кишечника приводит к повышенным тромбоцитам, потому что тромбоциты пытаются бесконечно бороться с воспалительным процессом, который там происходит, и их вырабатывается избыточное количество. Поэтому, если вы знаете, что у вас есть проблемы с ЖКТ, у вас есть вздутие газообразования, либо вам поставили диагнозы, связанные с желудочно-кишечным трактом, вам нужно заняться его восстановлением. Получается, что когда вы видите высокие тромбоциты, вы не решили никакую основную причину их повышения, вы просто начали принимать кроверазжижающие препараты. А дальше та основная причина, она у вас усугубляется, и усугубляется ваше состояние. А можно ли одновременно и следовать твоим рекомендациям закрывать дефициты, пить воду, заниматься ЖКТ, и пить кроверазжижающие? Да, но только ты должен отслеживать, ну, не разжижить сильно кровь, потому что если ты начнешь пить воду, восстанавливать ЖКТ и устранять дефициты, у тебя тромбоциты могут наоборот слететь очень низко на фоне кроверазжижающих препаратов. Но вообще эти показатели крови, они максимально быстро реагируют на коррекцию рациона, на внедрение воды и так далее. Важно понять, что да, это действительно так. Просто, коль поверь мне, огромному количеству людей гораздо проще выпить одну таблетку, нежели чем устранить первую причину и заняться именно ей. Пожалуйста, обращайте внимание на свои показатели. Если ваши тромбоциты выше 350, ни в коем случае не закрывайте на это глаза. Нужно всегда смотреть другие показатели, их интерпретацию. Высокий показатель – это не причина обязательной сразу же начать принимать кучу лекарственных препаратов. Мы можем все это корректировать нашим рационным питанием. С вами была Ксения Черная. Спасибо, что вы смотрели это видео до конца. Будьте внимательны к своему здоровью и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выход новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok